Добрый день! Сегодня я хотел продолжить тему, которую я начал несколько месяцев назад, про электронные деньги, про криптовалюту, про блокчейн и в некоторой степени совместить с какими-то своими философскими взглядами, скажем, с событийной антологией и с некими фатуралистическими идеями, которые я излагал несколько лет назад, которые зафиксированы у меня в тексте «Фенита ля история». Тогда я развивал такую мысль, что вообще экономика и деньги возникли вследствие рассогласования по времени актов производства и потребления. То есть тигр где поймал, там и съел, что поймал, то и съел. Обезьяна сорвала банан, здесь же производство и тут же потребление. Когда возникл социум, акты производства и потребления были разнесены по времени и по месту. Я здесь произвел, а потребляет тот и другой совсем в другое время, в другом месте. И, естественно, деньги и вообще система экономики возникла как функция, как способ, как метод согласования, сшивания различных, разнесенных по времени и по месту актов производства и потребления. И, чтобы перейти более общий, вообще к устройству общества, я хотел бы даже представить, что деньги, деньги – это частный случай документов. Что такое документ? Договоров. Документ, любой документ. Любой документ. Есть некое событие. Женился, вышел замуж, закончил университет, продал что-то. Купил талончик какой-то. То есть документ – это некое средство, которое дает тебе право на совершение другого события в другое время, в другом месте. То есть, если я что-то продал, свой труд, свое умение или свой продукт какой-то, мне выдали документик, бумажку, на ней написано, там, 100 долларов. Это дает мне право в другом месте совершить событие купли-продажи, купить чужой труд, чужой продукт, воспользоваться некой услугой. То же самое, что я закончил ВУЗ, событие такое, и мне выдали документ, подтверждающий, что я закончил ВУЗ, диплом. С этим дипломом я потом по жизни иду, показываю его, он удостоверяет то, что у меня было событие в жизни когда-то, когда я закончил этот институт. То же самое, скажем, я поступил на работу в секретный ящик, это некое событие. Как зафиксировать это событие? Ну ладно, они зафиксировали у себя в грозбухе или даже в базе данных занесли. Но нужен еще документ-пропуск, который у меня выдали, и теперь у меня есть возможность, и пользуясь этим пропуском, совершать событие в будущем, который у меня пропускает на предприятие. То есть, по сути, документ, документ как таковой, все это относится и деньги, и вообще любые документы. Это способ сшивания разнесенных во времени и в пространстве событий общества. То есть, общество это некий набор событий. И для того, чтобы они все были сшиты, чтобы они все согласованы были, мы пользуемся документами. То есть, документы-оборот это основная функция государства, предприятия. То есть, если мы исключили все документы, то у нас разнесенные события не будут согласованы. Даже, скажем, тот же документ, какая-то инструкция, это кто-то что-то придумал, отладил технологический процесс, и этот документ передает инженерам, рабочим, которые повторяют этот же технологический процесс согласно изначально заданным каким-то функциям и параметрам. То есть, документ это способ сшивания. Что у нас произошло, когда появился компьютер? По сути, ничего не изменилось. Единственное, что стало удобней, быстрее. То есть, вместо здоровенных стеллажей архивов, все на винчестере. Вместо того, чтобы под копирку три раза три экземпляра печатать, мы берем предыдущий файл, его редактируем, документ готов. И отсылка этого документа в электронном виде занимает долю секунд. И подпись электронная тоже. Но сам смысл, что есть документ, есть подпись на этом документе, что эти документы где-то хранятся, остался тот же самый. Все стало только быстрее. Так что электронная, компьютерная, интернет-революция пока никак не затронула принципы устройства нашего общества, принципы устройства экономики. Она просто ускорила, упростила, удешевила, может быть, сделала чуть-чуть безопаснее в каких-то моментах. Это вот такая предыстория устройства нашего социума, теперешнего, нынешнего. Но тут появляется Сатоси Накамото. Неизвестно, кто такой. Не нашли же. Не нашли, нет. Не нашли. Того, кого нашли в Австралии, доказали, что не он. То есть сначала одного нашли, но наднекивался, потом сам один кто-то сказал, что это я, но потом подтвердили, что это не он. Кто такой Сатоси Накамото, неизвестно. Сатоси Накамото автор биткоина, валюты, криптовалюты. И самое, что главное, автор блокчейна. Блокчейн сейчас нисходит даже уже с телевизора. Это точно известно, что мне интересуется. Президент нашей страны уже спрашивал, как где можно. Ну, Медведев, само собой, тоже. Греф после поездки в Америку бредит блокчейном. Что же такое блокчейн? Изначально он был изобретен как способ, метод распределенного хранения каких-то активов, защищенный от взлома, надежный и без посредников. То есть, что у нас получалось? Вот я, вот база данных банка 1, да? База данных. Я туда какие-то деньги положил. Значит, вот лежит мой рубль, да? Есть некий Сидоров, да? У него банк, база данных банка 2. Ну, и у него тоже, скажем, там рубрик лежит, да? Вот. То есть, в нынешней ситуации банк выполняет, по сути, роль кармана. Когда мне нужно передать деньги от одного человека к другому, то есть, я со счета минусую здесь этот рубль, да? А сюда его приплюсовываю. В базе данных делаю плюс 1. Система такая же, как была 100 лет назад, и тысячу лет назад, и миллион лет назад, когда, скажем, ну, не знаю, тогда денег не было, наверное, миллионов. Нет, не было, да. То есть, ну, 10 тысяч лет назад, когда там монетки какие-то уже появлялись. Вот. И у нас вот этих банков огромное количество. Проблема защиты базы данных очень велика. Потому что, во-первых, нужна, она, база данных должна быть открыта для транзакций. А с другой стороны, она должна быть максимально закрыта от внешнего мира. Вот. И, значит, у нас есть еще, скажем, база данных. И вот они между друг другом общаются. Клиент должен обязательно быть привязан к какому-то одному из банков. Что делает, предлагает Сатоси, и что вообще предлагают криптовалюты? И что делает блатчер? Он говорит, что нужна одна база. Одна база данных, в которой будут храняться все деньги. То есть, и резонно. Для того, чтобы не выбирать нам какой-то один банк, для того, чтобы не делать транзакции между банками, нам нужно сделать один банк. Но тогда спрашивают, как он принадлежит. Никому. А как он будет работать? И Сатоси предлагает. А хорошо. Вот если у нас есть человек, есть человек, есть у него компьютер, она будет у него лежать, она будет у него лежать, она будет у него лежать. У каждого. То есть, изначально биткоин сейчас уже не совсем так, потому что база разрослась практически на 90 гигабайт. Поэтому каждый дома себе, ну, уже не стремится. Не стремится. Но вообще, изначально, то есть, есть одна база, одна база, для того, чтобы она никому не принадлежала, нужно ее отдать каждому. Вот банкерская база биткоина лежит у каждого, кто получает кошелек, кто получает свой адрес в биткоине. Далее, значит, как только происходит некая транзакция между людьми, база меняется и обновляется у каждого. То есть, защита идет за счет того, что если кто-то захочет что-то изменить, он изменит у себя. И тогда его транзакция, то есть, его база не будет состыкована с другими базами, и она отсечется. То есть, это защита. Ну и плюс еще, плюс, конечно, самый большой плюс, кроме того, что она лежит у всех, это само устройство блокчейна, этого базы. Транзакции записываются в блоке, и каждый последующий блок включает в себе некое число хэш от предыдущего. То есть, если я хочу изменить какой-то блок, мне нужно менять все последующие блоки. То есть, этим тоже защита. Алгоритм вычисляется, значит... Алгоритм вычисляется, значит... Как взять самому, посчитать хэш сумму? Хэш сумма считается, это некий, скажем так, сейчас поясню. Если мы берем некое число, некий текст, некий файл, и просчитываем хэш сумму, это вот некий алгоритм такой. Она выдает 256 байт, или там сколько-то байт, число. При этом, если у нас есть некий файл один, то хэш будет строго-строго соответствовать этому файлу, независимо от его размера. То есть, сколько бы человек не сосчитали хэш этого файла, он будет один и тот же. Но по этому хэшу рассчитать назад файл невозможно. То есть, это принцип от хэшивания. А в чем, как он сам выполнен? Как? Просто криптоалгоритм какой-то. А какой? Ну, там специальный, я название не помню. Просто криптоалгоритм, который берет, рассчитывает весь файл. Ну, принцип там какой? Я сам назвал, что-то с простыми числями связано. Ну, что-то, да. Что-то связано с криптографией. Там связано, что нужно искать какое-то простейшее число, там еще чего-то. Ну, давайте, я честно говорю, математику я не вникал. Так вот, в чем смысл? Можно где-то для развлекухи взять и подачать, посчитать или какого-то файла хэш? Конечно, есть функция в любом языке программирования, есть функция просчета хэш, то есть, можешь ее просчитать. То есть, это стандартная функция. То есть, в ней нет ничего такого. А в Excel-е-то она есть? В Excel-е, может быть, нет. Ну, сами есть, наверное. Вот, ну да. Ну, то есть, это стандартная функция, которую при помощи этой функции, и сейчас, ну, скажем, по типу функции MD5, вот, который пароль шифрует на сайтах, то есть, ты получаешь пароль, от него рассчитывается сумма хэш какая-то, и в базе хранится хэш. И поэтому по нему рассчитать пароль невозможно. Вот, я имею, есть база паролей с сайта, я не могу узнать чей-то пароль. Но когда человек приходит со своим паролем, рассчитывается этот хэш, он совпадает, он совпал. Поэтому украсть паролью бессмысленно. Ну, можно. Быстро рассчитается, да? То есть, в эту сторону быстро, то есть, в эту сторону достаточно быстро, а вот в обратную сторону нужно огромные-огромные расчеты проводить. Можно подобрать. Можно подобрать, и похоже, что это практически нереально. Так вот, что делается при закрытии блока? Есть ячейка, которая заполняется один, два, три, четыре. То есть, блок меняется. Блок его, его, как бы, вот этот файл, вот, из которого хэш считается, он постоянно меняется и подбирается наименьшее хэш число. Меньше заданного. Скажем, задание, что какое-то число, оно должно быть меньше, там, 0, 0, 0, 0, 0, 53, там, да? И все считают, у кого получилось 0, 0, 0, 1, отлуп, 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 все они рассчитают, добавляя вот эти числа, пока у кого-то не получится меньше заданного числа. Как только получилось, блок закрывается, рассылается всем, все добавляют к себе в базу данных, берется следующий блок, формируется. Ну, давайте, я не обойду сейчас. А блок-то рассылается блок, или именно хэш? Нет, блоки, 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 то есть хранятся блоки целиком, то есть у каждого хранится вся база данных. Но самое, что интересно, то есть вот это все, это я в прошлый раз рассказывал, это не столь интересно. В нашем, решая вот эту проблему, решая проблему защиты данных и вот обмена транзакциями между разными пользователями, на мой взгляд, Сатоши сделал гениальнейшее открытие, которое сам, наверное, не подозревал. В отличие вот от обычных баз данных, где у нас хранится счет-сумма, 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 когда происходит транзакция, со счета списывается сумма, здесь уменьшается на какое-то число, там увеличивается. Сатоши сказал, нет, а зачем нам хранить счета, суммы? Мы должны хранить транзакции, то есть храниться. Давайте сейчас. Можно и другие цветы еще? Да, да, вот. То есть что он говорит? Что вот есть событие, пользователь A1, пользователь A2 передал там монету. Вот мы зафиксируем то, что он передал одну монету. А потом мы зафиксируем событие, что пользователь A2 передал 3, 2 монеты. Мы зафиксируем это событие. То есть мы не фиксируем, у нас в ячейке блокчейна нет суммы. То есть мы не храним сумму, мы храним события только. Но если у тебя вся полная база данных, то ты приспокойненько просчитав, кто кому чего отдал, в конечном итоге получишь сколько у кого биткоинов или сколько у кого чего-то там, чем они обмениваются. То есть он создал событийную базу данных. При этом если в обычной базе данных мы храним старые транзакции в виде архива, а здесь храним сумму последнюю, то здесь в самой базе хранятся все транзакции с самого начала первого биткоина, который был сгенерен до последнего. То есть хранятся не биткоины, а хранятся именно события. То есть это событийная база данных. И при этом сейчас я поясню, почему она так важна даже не в финансовых вопросах. Наверняка многие слышали, что биткоин, ой, не биткоин, блокчейн это база данных, в которой очень легко, нужно... Можно задать? Да. Можно, да, да. Ну как событийные? Вот если изобрели 10 лет примерно назад, прошло 10 лет, стало 70 гигабайт, вы говорите, да? Пройдет еще 10 лет, будет уже 170 гигабайт, или как? И что мы это через 20? Ну, Саша, вас интересуют технические проблемы? Я же сейчас не о технических проблемах говорю. Есть проблемы, эти проблемы решаются, и как они будут решены, это другой вопрос. Я говорю о конкретной технологии. Это проблема, да, это проблема, но мы не будем еще сейчас решать. Раньше там 16 мегабайт оперативной памяти считался другой компьютер, а сейчас уже, на самом деле, мы грим. Да. Это проблема, что это не забыльная. Значит, вот что такое блокчейн именно, что это распределенная база данных, защищенная особым криптомеханизмом формирования блоков, и то, что в ней хранятся события. Вот. То есть мы это запомнили. А теперь вернемся к началу нашего разговора, к документам. В первую очередь, когда заговорили о блокчейне вне биткоина, сказали, да, это очень хорошая база данных. Если я туда возьму свой договор, или там, скажем, авторские права какие-то, я туда помещу, это будет независимо ни от государства, независимо ни от каких-то корпораций, и гарантированно будет сохранность. То есть, скажем, если я скажу, что я вот возьму свой диплом об образовании, помещу, вот, у меня есть, я, да, да, у меня есть диплом, я его сосканирую, и в какой-то момент Т1 помещу его в блокчейн. Что это значит? Это значит то, что я в последующие моменты могу с точностью сказать, что в этот момент времени в Т1 он у меня был, и он был такой, какой я туда его поместил. Доказываю ли я этим, что у меня есть высшее образование? Нет. Доказываю, что он не поддельный, сам этот диплом? Нет. И вот представление о блокчейне, как о способе хранения документов, это, ну, скажем так, более надежный нотариат. То есть, по сути, я пошел к нотариусу, зафиксировал. Я тоже журналы. Да, да, так что, то есть, если, скажем, мы внедряем блокчейн для хранения документов, скажем, я занес сюда свидетельство о браке, вот, да, занес сюда, даже пропуск свой, пропуск, который у меня был, занес блокчейн. И в следующий раз, когда на проходной, вот, здесь посмотрят, да, действительно, у него есть пропуск, да, действительно, есть диплом, да, действительно, есть свидетельство о браке. Вот, то есть, это такой расширенный нотариат. Нотариусы гуляют. Вот, но, но, теперь давайте задумаемся. Значит, я пришел поступать на работу, вот мой работодатель, да, я ему показываю диплом свой, он берет, принимает меня на работу, и вот у него есть своя база данных, и заносит в нее данные, что у меня есть диплом. Он заносит туда, вот сейчас происходит так. Независимо от того, что я ему показал, что вот, вот, он у меня здесь. А, скажем, вот здесь вот есть вуз, который я закончил, да, у них своя база данных, там записи в базе данных, и они по записи в базе данных выдали мне диплом, что я закончил вуз. И я его потом, так скажем, либо ношу в кармане, либо занес в блокчейн. Вот. То есть, что получается? Что блокчейн нам здесь не вручает никак. То есть, он дает гарантию, что документ есть, сохранен, что его никто не подделает, после того, как я его внес, но то, что он соответствует базе данных вуза, нет. Вот. И при том-то у нас все равно база данных сохраняется, в смысле, необходимость базы данных сохраняется. А теперь вспоминаем, что блокчейн, это у нас событийная, событийная база данных. И как она должна работать, для того, чтобы оправдать свое название? Есть событие окончания вуза. Зачем его заносить в какую-то базу данных, если у нас сейчас есть блокчейн, и это событие будет зафиксировано строго и никогда не потеряется. Никогда. То есть, когда я буду приниматься на работу, мне нужно сказать всего лишь свой ID, и человек, обратившись в блокчейн, получит событие, то, что я закончу вуз. То есть, база данных ни у него не нужна, ни вузу не нужна. Они занесли в одну базу данных, в один блокчейн. Вот. Теперь смотрим, что значит вот это событие? Это событие значит, что я защитил диплом. То есть, я сначала защитил диплом и автоматом получил событие окончания вуза. Что значит, я защитил диплом? Сейчас секретарша сидит, будет выписывать. А у нас есть приемная комиссия с четырьмя людьми, да? И вот событие. То есть, они своими ключами, все своими ключами подписали это событие. У каждого человека свои ключи, они подписали это событие. Откуда они взялись? Есть событие приказа о назначении их всех. То есть, если мы фиксируем только событие, то документы, документы как таковые, пропадают как класс. То есть, вот это сейчас самый передний край блокчейна. То есть, переход от документа оборота, документ оборот пропадает. А если кто-то перекладил IT? Практически невозможно. Ну, документов нету, там, как пришел, я сказал, в ID какой-то. Нет, нет, нет. Влад хочет сказать, что ты можешь заменить целиком личность. Ну, это гораздо сложнее сделать, чем подделать диплом. Практически сказать, что это я, а не тот человек. Нет, дело в том, что когда ты получаешь свой ID, ты заносишь свою фотографию, биометрические данные. Ну, люди же со временем меняются. Нет, ну, как, нет. Нет, ну, дело в том, что это та же проблема, что с паспортом. Ну, паспорт проще подделать, чем записи блокчейна. Паспорт никто не видел, не знает, как бы я где-то спрятал, там, по обузке, там, типа. Ну, как бы, сейчас на черный паспорт умудряются даже какие-то делать, да? И поэтому люди боятся, что... Да, значит, да. А вот на твою ID невозможно, потому что пароль только у тебя, только у тебя, и защищен еще там четырьмя-тремя... С утюгом и с паяльником можно все узнать. Нет. Ну, нет, Влад, Влад, Влад. Значит, то, что против лома есть прием другой лом, это известно. Здесь вопрос идет о том, что, во-первых, защита на порядок выше. Это правда, да. Вот, на порядок выше. Мы будем уже не паспорт варовать, а человека. Потом смотрите, что у нас получается с деньгами. Если сейчас, и с любыми активами, сейчас любой актив, главное зафиксировать собственность его. Вот сколько у меня в кармане денег, 100 рублей, у кого-то миллион в банке, зафиксировать вот это. И от этого пляшется. Если же мы переходим к событийному фиксированию, то фиксируется каждое событие от получения мной. То есть то, что у меня миллион, это никого не волнует. Волнует то, что было столько-то транзакций, откуда я их взял. То есть сейчас я могу прийти в банк и положить, сумму свою увеличить. В этой записи, в этой записи, это невозможно в принципе. В блокчейне... Мне кажется, будет не отобрать это, потому что... Она записана. То есть теперь получается, что значит и это... Вот когда, вот то, что я сейчас нарисовал. Вот события приказа, назначение приемной комиссии, дипломной комиссии, подписывание дипломной комиссии, диплома. Участие этого события в приеме на работу, это не что другое, как называется смарт-контракт. То есть смарт-контракт, умный контракт, когда зафиксированы некоторые события, и они зависят друг от друга. Ну, скажем, примеры такие. Вот смарт-контрактом может быть брачный контракт. То есть сам брак, естественно, фиксируется, что если мужчина там... И, и, и... Ну, конечно, наверное, карт-контракт не нужно было нарисовать, да. Женщина, я говорю. Да. Вот. Значит, каждый подписали одну транзакцию в блокчейне. Этого достаточно. Достаточно. Чтобы зафиксироваться, никаких документов не нужно. Эта транзакция за подпись с двумя людьми. А под нее, потом пошли, это никого не волнует. Вот. Потом они решили разойтись, да. Решили разойтись. Значит, если оба ввели опять свои ключи, и согласны, то смарт-контракт с работой через месяц. То есть ничего не произойдет в базе до месяца. Через месяц. Они еще раз должны подтвердить своими ключами. После этого вступает в действие смарт-контракт, в котором прописан переход собственности в одну и другую сторону. Поскольку собственность также записана где-то с событиями приобретения, то она автоматом переписывается на одного и на другого. То есть это называется смарт-контракт. Когда и, по сути, бумажные договоры как таковые, они пропадают. То есть мы договариваемся о каждом событии. Вот что должно произойти тогда-то, тогда-то. Все, мы это подписали, а вот эти бумажки длинные, которые там все расписаны вот единые, они отпадают. Бумажные вообще отпадают. Так, а для того, чтобы расписать эти самые нужные же правила какие-то? Да, да, да. Это все расписано. Технология блокчейна отработана стопроцентно. То есть нет... Все технология, а сам составляет по себе условия контракта. Все. А, ну-ка, составляйте. Составляйте. Все тоже в электронной форме. То есть, естественно, ты... То есть нет, ты как? То есть как мы составляем контракт? То есть мы заводим события, если на момент сожжения брака есть недвижимость, вот есть недвижимость, она отходит мне. Если есть, скажем, вся сумма денег отходит тебе. А эти условия где хранятся? Там же блогчение. Там же хранятся. И на момент последней подписи и подвижения они автоматом срабатывают. Автоматом на мой счет переписывается моя недвижимость. То есть создается событие перехода собственности в мою, а все деньги перехода в собственности в жены. Я считаю, что это система мировой нормы. Да, да, да. Потому что если она в одной стороне... Да, да. Это возможно только, если это система мировая, естественно. Вот. Тогда... Деньги-то передать можно, а вот недвижимость просто... Человек скажет, а я не уйду. Ну, ну, нет. Полицейская функция. Нет, нет, дело в том, что и сейчас можно это сделать. Да, конечно. Нет, вопрос, полицейская функция останется. То есть какая-то, да. Но, скажем, юридическая функция и... Доказывание не надо бы ничего сказать. Да, это очень просто. Не доказывается все. Ты пришел на смартфоне, посмотрел, сказал, уезжай-ка ты отсюда. Уезжай-ка ты отсюда. И подделать это, в принципе, и принципиально невозможно. Вот такое нас ждет в будущем. В принципе, реализовать это можно сейчас. Ну, поскольку уже есть и блокчейн. Сейчас, блокчейн. То есть блокчейн, который разработал Сатоши, он, значит, не сдал ни одного сбоя. Там были проблемы, но проблемы были не конкретно вот с блокчейном, с секретностью, как не пытались взломать и как нарушить. Проблемы какие есть? Проблема, прежде всего, то, что Александр отмечал, то, что рост базы данных. То есть если это на уровне мировых, то там она частично разрешается. Естественно, что не у каждого. Не у каждого эта база данных будет. То есть в биткоине была необходимость, чтобы у каждого агента была. Если это блокчейн другого масштаба, достаточно иметь несколько сот доверенных сторон. Ну, сторон, то есть клиентов, агентов. Ну, скажем, правительственных там, да. Они при этом, каждый не может завладеть всем. Словно к нотариусам. Да, да, да. То есть они не имеют никаких прав, по сути, не имеют никаких прав. Но они заинтересованы в поддержании целостности этой системы. Никто из них не может завладеть всеми серверами и переписать весь блокчейн. Ну, тут же идет голосование. То, что мы обсуждали раньше. То есть, естественно, идет со своего смартфона и медицина переходит. Но, кстати, другая проблема есть. Дело в том, что в биткоине там же анонимность. И там сколько денег, как бы это вопрос. Здесь нет. Значит, это особенность конкретно биткоина. Есть другие валюты. Смотрите, здесь можно будет узнать, кто чем владеет. Не всегда. Нет, нет, нет. Как-то здесь дальше. Нет, нет. Здесь в том, что вот те доверенные серверы, в которых хранится исходно, там у них есть связь. Вот скажем, когда я подхожу к интерфейсу и ввожу свои данные, то, естественно, вот эта идентификация должна быть. И на сервере лежит мой старый паспорт, номер который, мой возраст, мои данные, все лежит. Но во время подписи этого не фигурирует. Никто не знает, кто это. То есть, есть некий ID, есть мой ключ, который я... То есть, здесь вот, когда будет кто-то смотреть, что Иванов и Сидорова вступили, там нет. То есть, когда нужно будет посмотреть, это будет посмотрим. Нет, например, вы говорите, на работу поступите. Я поступаю на работу, говорю свой ID. И вся история, чем я владею, с кем связываю. Да, 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 да. Многие же не хотят раскрыть. Ну, а, скажем так, это хорошо, что человек хочет скрыть это? Нет, ну, как бы... Это плохо. Нет, по факту мы же многое скрываем. Можно написать пустое. Ну, и будет работа, где это раскрывается. Будет работа ограничения. Значит, действительно, есть возможность... Есть возможность создать анонимные... Аккаунты. Есть возможность. На них будет, наверное, просто ограничения введены. То есть, скажем... Может, сумма... Можно давать, а какой-то ID с просмотровым режимом? Нет, ну, варианты, конечно, будут разные. То есть, скажем, если я хочу скрыть какие-то мелкие транзакции, то до определенного предела я могу создать без личности, а просто кошелек. Как сейчас в биткоине. В биткоине кошелек лишний синего газа. Нет, ну, я налоги собирать просто. Налоги просто... Получили правду деньги, да? Да. То есть, если я приобрел недвижимость... Недвижимость приобрел. Это факт, уже все. С меня просто списывается. Просто списывается. Я не могу ничего сделать. Ну, понятно. Но другое дело, что... Здесь могу завести большое количество ID, по сути. Для мелких сделок, может быть, да. Как сейчас в биткоине, сколько угодно. А если это касается государственного учета и покупки недвижимости, то никто тебе инкогнито... А ты можешь доказывать потом, что это ты. Ну, какой-нибудь конфликт возникал. Ну, и чего, сейчас, пожалуйста. А ты заберешь в личности и стрелок. Так что вот это... То есть, ты можешь сказать, что возникнет конфликт между моими термонистиками? Кто-то завладеет твоими... А, вишенка к концу на тортике. Вот это все, что я изложил в статье, которая называется... Напечатали в украинском журнале онлайн по биткоину, по тех технологиям. Если бы блокчейн не выдумали... А, если бы блокчейна не был, то его нужно было выдумать. Так называл статью. Через несколько дней меня пригласили работать по созданию подобной системы. Это хорошо все. Это журнал? Все это хорошо. Журнал не занимается созданием системы. А что вы имеете в виду айдика? Вот она. Айди – индикационный номер. Вот она, глобальная правительство. И это... Индикационный полицейский. Это не понятно. Будут и другие, будут и другие. Нет. Сознанно несколько параллельных систем. Да, 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 да. То есть, ну, скажем так, возвращаясь опять к философии... Это будет интересно, что государство будет привязано не к этому, не к территории, как сейчас, а будет привязано к системе, в которой ты работаешь. Да, вот возвращаясь опять к философии, скажем, уже к эволюционной теории и то, что я рассказывал, структуру глобальных эволюционных уровней, что каждый новый эволюционный уровень начинается с уникального элемента. У нас уникальный углерод, у нас уникальный генокод, у нас уникальный homo sapiens на одном только. Казалось бы, почему бы у нас в социуме не было там ни дертальцев, там еще кого-то, а вот только один. И здесь же происходит, наверное, то же самое. Будет много систем изначально, как вот было гоминид много, вполне возможно и генокодов было много. И, может быть, вполне возможно, что и кремниевая жизнь начиналась где-то. Но в конечном итоге, вот по факту, получается, что каждый эволюционный уровень на неком уникальном элементе. Так вот, кто-то победит. Не может быть двух систем таких. Не может быть. Должна быть одна. Какая одна? Одна. Какая неизвестна, но одна. Здесь вот как-то проглядывать, не знаю, правды или нет, тут проблемы глобальных аналогий. То есть действительно, вот есть локальные истории отдельных стран. Они записали на своих вот этих событий, на саботивной линии, какие события у них произошли. И теперь стоит задача, как вот это вот выставить на некую глобальную, да, на мировую линию, да. И из-за этого возникают многие проблемы, мне кажется, что как бы не выставить, не удается. И различные участки истории не выставить и так далее. Здесь вот, по идее, надо было бы тоже создать и для истории такую вещь. В принципе, вот у нас вот есть и история, да, и которые, по-настоящему, критикуют и прочее, попытаться так же создать такую линию. Чтобы нельзя было потом критик говорить, что не было этого факта, как не было, вот он факт. Ну, неизвестно. Как факт? Ну, а как факт? Факт, а чего не было, да. Не-не-не, ну, смотрите, вот случился факт, да, как бы, вот, тоже какие-нибудь, ну, не знаю, там, нотариусы зафиксировали этот факт на такой линии, да. И потом уже, допустим, через 100 лет нельзя будет оспаривать, что его не было. Это касается и договоров, и каких-то событий. Ну, просто сейчас, ну, опять прошла мода, как бы, да, оспаривать какие-то исторические факты, что не было так. И, допустим, менять их оценку. В далекем прошлом ты уже ничего не сделаешь с таким образом. Нет, в далекем прошлом надо как-то однажды выстроить это все, чтобы оно как-то решить сказали, вот это так. Такого не может быть. Так не невозможно. Нет, еще раз, выстроить можно же об этом? Да, но, Влад, понимаешь, процедура кодирования, она не может заменить это саму смысловую, саму суть. Ну, давайте закончим этот рассказ. Я прочитаю последние абзацы, чтобы так вот просто, ну, так было. Итак, важно не то, что имеется, а то, как, когда оно появилось. И что с этим нечто можно случиться. Значение имеет не сам диплом о высшем образовании, корочкой с печатями и подписей, а то, что у человека в жизни было событие окончания института. И это событие, именно это событие, а не бумажка, которую можно подделать, дает ему право участвовать в событиях конкурс на должность. Важна не бумажка договор купли-продажи дома, а событие передачи его в собственность, которое дает право владельцу инициировать новые события продажи и обязывает регулярно совершать события уплата налога. Важно не то, что у кого в кармане тысячи рублей, а у другого миллион долларов, а то, что в прошлом были события законного получения этих сумм. И это дает право владельцу денег участвовать в последующих событиях и обмена на услуги и товары. И понятно, что будущее не за автоматизацией документа оборотом, а за системами фиксациями условного связывания событий. Основная идеологическая ценность биткоина и технологии блокчейн не в децентрализованности, не в отсутствии посредников, не в приватности данных и не в защищенности от изменения, а в ее переходе от обмена документами к непосредственному оперированию событиями. Тут возникает большая проблема, связанная с тем, что легитимность будущего однозначно будет определяться легитимностью прошлого. Если человек когда-то где-то ошибся, то его будущее однозначно определено этим поступлением. Ну, могу сказать, что... Он еще и попал в тюрьму, но дальше его жизнь уже все. Закон права на забвение, как сделал, и, скажем, Пригожин взял и потребовал основания этого закона, что вся информация о нем, что он был судим за грабеж, что вовлекался в это... Здесь можно предложить вариант такой, что событий из базы событий не куда не может деться, не может деться, но фильтрация интерфейса может быть, скорее всего. То есть, если будет, скажем, в какой-то стране примут закон о фильтрации каких-то данных, то они могут запретить в интерфейс показывать эти события. Они будут доступны, в принципе, органам. То есть, можно сделать. То есть, все проблемы решаемы. То есть, проблем много. Возникает проблема написания правил. Частных? Пиши, как хочешь. Так вот, фильтр, это правило. Что? Фильтр, это правило. Фильтр, конечно, система с максимальной открытостью. Максимальная открытость. Нет, ну я думаю, что власти все равно оставят себе возможность какую-то... Ну и властям остается все меньше и меньше, что делать. А, как раз-то оборудование, они будут писать правила. А, нет, а правила будут сейчас... А ты не будешь... То есть, пара не могут... Нет, 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 нет. Они не могут менять код. Потому что каждое событие... Нет, 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 нет. Код, код. Менять никто не имеет права без консенсуса. Как сейчас во всех... Дело в том, что любой мой шаг, он, грубо говоря, фиксируется в базе. Да. А, и, соответственно, любой мой шаг... Ну, не любой, опять же. Однозначно, согласно правилам, которые пишет правительство... Не правительство пишет правила. Не правительство пишет правила. Не правительство. Публичный шаг имеет правительство. Во-первых, нужно говорить с того, что шаг — это не слежка за тобой. Не то, что ты сходил в туалет, а то, что ты сам подписал своим ключом. То есть, это, во-первых... То есть, ты сознательно идешь на покупку дома, на обмен валюты, на запись к врачу. Ну, нет, пожалуйста, ты ушел в лес, живи тебе сколько хочешь, питайся ягодами, и ты никогда вообще не появишься. Я не хочу, как ты любишь. Вот. Так что... Он же родился. Нет. Так что ты можешь попросить... Ты можешь жить при ком-то, при родителях, да, и они тебе будут давать деньги, все, и ты не появишься никогда. Поэтому, если ты хочешь участвовать в неких событиях, вот, а теперь по поводу правил. Ну, сейчас, конечно, правительство. Но эта система подразумевает голосование. То есть, выносится некое правило, и каждый может проголосовать за него. Что значит каждый? Подождите. Все, что я сказал, значит каждый. Естественно... То есть, когда сюда реперендум можно организовать на... Конечно, конечно. То есть, выносит... Каждому ссылаются сообщения, и он подтверждает своим ключом. Подделать выборы становится невозможно. Подделать выборы невозможно становится. Подогнать эти голосования. Невозможно. Невозможно. То есть, если я свой голос... То есть, что значит, я проголосовал? Это значит, что я просто сделал некое событие. Вроде, скажем, вот есть событие, постановка на голосование. У него есть свой айди какой-то, да? Мне оно вывелось на экран. Я вписал свой айди под своим ключом. Подписал, и это событие сохранилось. Оно связано с два события. Все, никуда они не денутся. Потом, через некоторое время... Легко расстреливать недовольных, да? Как бы, посмотрел. Ага. Они могут... Нет, 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 нет. Уносил за. Нет, 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 нет. Сепаратисты. Скорее всего, если будет речь идти о голосовании, то в этом событии будет только факт. А не будет даже айди, скорее всего. Потому что... Ну, тогда можно опять же делать айди... Нет, 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 нет. Нет, вот здесь. Вот здесь, когда ты подписываешь, ты подписываешь своим, да. А вот сохраняться может анонимно. Только факт. Так я понимаю. А ты не можешь втораясь. Ты чего? Правительство наклепает айди. Ну, нет. Такое ли это не факт? То есть, как система, конечно, она эта самая. Но опять же, к этой системе нужно править. Конечно. Конечно. А правила пишут люди. Конечно. Как они это пишут? Конечно. А потом будет искусственный телек писать. Надо, чтобы было два человека, которые родили человека. Да, это тоже. Теперь тебе бесконечную цепочку людей надо выстроить. Выстроить, чтобы родить. Его это дано. Спрос, конечно. На Галдугинах будет очень велик на меланчелистах. Да, которые вот могут как-то так... Которые родились, которые могут подписать, а на самом деле будут распоряжаться твоей собственностью. Да. На них будет высок. Ну и что? Это нормально. Извините, вот вопрос. А как все-таки насчет локализации-то? Вот вы говорите, сейчас произошли события, да, можно и так далее. Это событие произошло, допустим, в Африке, да? А я живу... Нет, ну и... Да нет, это все естественно, что если есть, скажем, правила, распространяющиеся на каждой Айди, да, то есть финансовой операции, да, то есть они без разницы, где в Африке должен провести эту операцию обмен валютой или в России на Дальнем Севере где-нибудь. А если это речь идет о голосовании в Улюпинске, то, естественно, будут голосовать только люди, у которых есть событие, что он приобрел недвижимость в Улюпинске. Скажем так, если не будет прописки, но вот кто имеет недвижимость, квартиру, дом в Улюпинске, тот имеет право голосовать за некое что-то, некое правило в Улюпинске. То есть, естественно, какие-то слои, что ли, должны быть? Причем слои, нет. Сейчас по прописке же. Сейчас по прописке, но нет, ну как, у меня, вот у меня есть, вот скажем, когда идет голосование, вот если никаких условий нет дополнительных, да, то все, да, а вот еще одно условие вводится, что те, кто имеет недвижимость, и те, у кого более тысячи долларов, скажем, или те, у кого есть недвижимость в Улюпинске, или те, у кого высшее образование, еще сюда вписывается, я тогда не проголосуюсь, и это условие не выполняется. Ваша система должна все 6 или 7 миллиардов оповестить. А как же, а что же проблем-то? Сейчас-то проблем с этим нету. Сейчас что, есть проблема от расклада СМС-ку всем нашим России? Попробуйте там это, зайти. Если у вас нет, то речь-то идет о чем. Сколько сейчас у нас населения? 7 миллиардов? Ну да, сейчас не проблема совершенно. Технически сейчас это не проблема. Несколько секунд будет всем по отослованию сообщение. Несколько секунд? Но миллиарды это проблема, вот что! Нет! Я говорю, это проблема, большая проблема техническая, которую нужно решить. Но это не проблема. То есть это не то, что вот, скажем так, это не то, что сейчас ставит барьер. Это техническая, не логическая, вы так имеете в виду? Это, нет, это даже не техническая проблема. Это, скажем, организационная проблема. Техника сейчас может обеспечить. Техника сейчас, ну скажем, вот сейчас огромное количество мощностей расчетных задействовано для майнинга биткоина. Вот они вот созданы уже, огромные, так вот их можно использовать для обработки. Нету, нету. Есть проблемы скорости, есть проблемы действительно распределенного хранения, согласования. Они вот можно, ну скажем так, такие, что вот можно сесть и через месяц их решить. Нет проблем технических с точки зрения мощностей. А если сбой какой-нибудь? Сбоит один из узлов. А 999 узлов остаются, работают. После его восстановления он скачивает последнюю базу данных, которая была на всех. А как этот узел определит, что он сбойнул, а? Ну как у него? Хачсума не совпала, его по последней транзакции не совпало, дырём вообще остановился. Либо его взломали, значит действительно там что-то не совпало. То есть в чем принцип, что до бита должны совпадать все базы на всех узлах. Если одна не совпадает, она исключается моментально. А вот вы сказали, что локализация, ну допустим, там будет дальше не у всех, там 7 миллиардов населения, а вот порядка 200 там этих баз, да? Или 200 эксерверов, да? Узлов, да. Так на этих узлах они будут привязаны к каким-то территориям? Не обязательно, нет. Ну, вариантов много. То есть, скажем, в биткоине изначально предполагалось, что каждый агент, каждый актор, каждый владелец кошелька может иметь полную базу у себя. Ну и сейчас это я могу взять, скачать себе полную базу, поставить. Но здесь, естественно, что каждый житель не будет у себя этого держать. Решаются проблемы. Технические проблемы решаются. Сложно, но решаются. А для непосвященных биткоин и битчейн, это что? Это разные... Блокчейн. Блокчейн – это технология, на которой построена криптовалюта биткоин. Блокчейн – это вот эта база данных, событийная, которую я назвал, это база данных. А биткоин – это одна из первая криптовалюта, которая была построена впервые на технологии блокчейна. На этой идее. На этой идее блокчейна, да. То, что база хранится у каждого, никто ей не владеет, нет посредников. И то, что в ней записываются не суммы хранятся, а хранятся транзакции. А еще такой вопрос. А если найдут люди, которые откажутся, он просто принципиально не захотят этой системе? Скажут, что это мировое правительство там... Ну, я думаю, что это будут такие... А сейчас есть же православные, которые... Есть, которые, да. И, наверное, это... Борис Курдек, или, знаете, там какие-то... Да, да, нет, ну, то есть политических, организационных, социальных, даже этических моментов куча. Куча. И, естественно, их нужно решать. Но, как в истории бывало, луидоры были, а мы, как бы, о истории истории, техника развивалась и развивается. И то, что, действительно, это непорядок вот сейчас, то, что сданный мной анализ крови хранится где-то бумажкой у меня дома, или еще где-то в какой-то затрепанной тетрадке в поликлинике, это ненормально. Если я сдал анализ крови, то это должна быть, вот, влучшение событий. Я тоже сначала... И всегда иметь возможность к этому обратиться. Всегда иметь обратиться. Проблема безопасности меня волнует. Это будет знать вообще все. Нет, проблема безопасности другая, что найдется гений, который... Имени все изгибанные будут знать. Что этот алгоритм восходит. Нет, 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 дело в том, что... Я понимаю, что можно зашифровать... Нет, они зашифрованы будут. Проблема, что к этому проблемам... Серьезом будет доступ... Блад, скажем так, что сейчас... Большинство поликлиник, медицинских учреждений от бумажек уже перешли на базы данных. Уже в Москве централизованная база данных по поликлиникам. Саша, какая разница? Ну какая разница? Большинство или не большинство? Вы дослушаете. Ну какая разница, большинство или не большинство? Я сказал, Москва перешла. Что вам не нравится? Они всегда говорили так, если в Москве что случилось, значит скоро случится. Какая разница? Какая разница? Я не буду слушать, потому что я вообще не про это говорю. Так вот, они перешли, да, вот, и защищенность локальной базы данных на предприятии стоящих, сервера поликлиники, на порядок ниже, чем локчейна. На порядок. Поэтому туда влезть и взять данные проще. Поэтому, как бы, здесь есть тоже проблема. Но это не та проблема, что вот мы сейчас защищены, а вот тогда будем защищены хуже. Сейчас защищены, потому что никто ничего не знает. Нет, пожалуйста, ты можешь взломать базу данных. Ты можешь взломать, то есть взломать... Наверное, где-то там, где-то... Маскуельную базу данных запросто и в ЦРУ входят, и в банки входят. Вот, в блокчейн не вошли. Восемь лет с восьмого года пытаются, пытаются, но не вошли. И именно, еще тем более, что узнать счета... То есть, как счета узнают в биткоине? Когда ты выводишь деньги или вводишь. Вот когда ты выводишь, там привязка есть к карте, привязка к счету. Вот тогда, в этот момент, есть привязка твоего кошелька, твоего валета в блокчейне, в биткоине, к внешнему. Если полностью автономно работает блокчейн, там никогда ты не узнаешь, чей это кошелек, чей это счет. В момент покупки товара, когда тебе приводят... Нет, если внутри только обмениваешься. Внутри бессмыслено. Да. Ну, нет, а если это все, то все будет внутри. Курьеру надо доставить куда-то, там адрес и так далее, все дела. Курьер приезжает к этому, как бы... Вот. Нет, проблемы есть. Проблемы есть, да, но... То есть, плюсов гораздо больше. С одной стороны, а с другой стороны, деться некуда. Деться некуда. Вот вопрос, а первые конкретные применения в каких областях, как вы думаете, пойдут? Ну, криптовалюта, первое применение 8 лет. Скачок в цене криптовалюты... Сейчас, правда, упал, был неделю-две назад 640 где-то долларов биткоин, сейчас 540 на 100 долларов. Криптовалюты. Второе. Сейчас уже и следующего поколения криптовалютой и блокчейн эфириум обеспечивает возможности смарт-контрактов. То есть смарт-контрактов... А почему еще поколение? Смарт-контракт. Из-за смарт-контрактов... Поэтому это... Да, да, да. Вот именно то, что, возможно, блокчейн биткоина... Он уже... Там это... Нет, нет, нет. Наш российский парень, основатель, уехавший в Канаду, а они официально в Швейцарии были зарегистрированы. Вот. Следующее сейчас применение, это различные реестры, уже есть работающие. Это реестр недвижимости, реестр авторских прав, реестр... Только изобретение не важно. Да, 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 изобретение. Вот так... И в какой-то стране. Да, и у нас, и в Америке вводят. То есть еще... Сейчас, месяц или где назад, англичане подготовили здоровенный... Наши на днях только перевели, здоровенный доклад для английского правительства о блокчейне. То есть слабые стороны, сильные стороны, возможности. Все расписано для бизнеса, малого бизнеса, для крупного бизнеса, для финансов. Все-все-все-все расписано. Здоровенный документ подали британское правительство. С наметками плана действия на ближайшие, прямо, месяцы, годы. Биткоины тоже вначале не принимали. Обещали и так далее. А у вас прогресс, а не уйти, но развивается. Наш Греф говорил год назад, что там лет 8-10, или сколько он такой порядок называл, что банки рухнут. Приехав с Америки, познакомившись с блокчейном, сказал 2-3 года. Даже так? Да. А может и быстрее. Ну почему у банков же есть другие функции, там, выдача кредитов, скажем так? Нет, это все кредиты здесь запросто. Здесь еще самокредитование. Здесь самокредитование. Банки же берут у этого, у федеральной системы. Ну, только когда она перейдет, тогда и возможно. Но кредитование здесь... Здесь же опять же, вот тот же краудфаундинг. Сейчас ты куда-то посылаешь деньги, непонятно, к кому и как. И человек часто там что-то случается, потом ты не вернешь. Вот. Здесь же ты посылаешь в четкий смарт-контракт. Написано, вот если на этот счет поступают деньги, то они могут быть расходованы только вот на это. И если это распадается, не случается, они рассылаются обратно. То есть вот краудфаундинг, потом кредитование. То есть если у тебя есть свободные деньги, ты можешь кредитовать свободно, кого-то угодно. То есть есть, заводится специальная там, ну скажем, у тебя в интерфейсе есть, дать деньги в долг. Ты пришел, ввел такую-то сумму под такой-то процент. Кто его возьмет, неизвестно. Но система будет гарантирована, что тебе, когда ты прийдешь в нее, ты вернешь деньги. А кто-то кредит возьмет. Страхованная. Ну да. Страховка. Страховка тоже, пожалуйста. Ты вместо того, чтобы составлять договор страхования, ты тоже сделаешь смарт-контракт, в котором прописаны все условия. И если врач, ну скажем, медицинская страховка, своим ключом подписал, что это вот такая-то болезнь, автоматом тебе и больничный, автоматом тебе и пенсионный, там и все-все-все прочее. То есть самая главная подпись. И смухлевать-то сложно. Врачу-то понятно, кто подписал. Тоже хранится. То есть сейчас врач может там где-то в Рюпинске, неизвестно, там с диплома, не с диплома, что-то там подделал документ, все это. И главное, если гердит не отдал, тоже уже. Тоже, да? Ты ничего не купишь. Ты будешь уже висеть и все. Все, ты висишь. Те кредения будут посылаться. Нет, ты можешь, конечно, сбежать в Африку и жить там в Кремене. А это тоже будет там. Да, нет, ну я говорю, ну там куда-то убежать. Но нормально жить в нормальном обществе, ты уже не сможешь, если ты не отдашь кредит. Вот, я про это и говорил. Твоя будущность определена. Ну а что поделать? Нет, ну опять же, если таких людей будет много, и вдруг что-то такое случится, ну будут какие-то правила принимать, общество будет как-то что-то... Ну я же и государство не перенесу как-то все. Что-то государство одно давало другому перенесу. Сейчас у нас как делать? Списывается было часто. А так можно не списывать, что висит и висит, должно и должно. Ну так же и списали. Если мы приняли решение списать, то списали. Если приняли решение, то висит, так и висит. Вот такой вот блокчейн. Казалось бы, биткоин-валюта просто как грушка была введена. Вообще было бы интересно, если бы действительно все это уходилось у каждого пользования. Ну это как бы... Сроково. Это действительно возможно. Вот тогда это было бы вообще круто вообще. Ну а что, память падает в цене очень быстро. Ну память, да. Сейчас последнее открытие, там какая-то память на стекле лазерная, там офигенная, вот на маленьком таком, то есть там терабайты какие-то дикие, где-то недавно статью прочитал. То есть, скорее всего, да, скоро. Это будет вообще сдава. То есть каждый будет обладать информацией всего миссии. Что еще здесь реализуется? То, что года три назад, когда я делал доклад про ВЕП 3.0, я рассказывал, что сайтоцентризм рухнет, и победит юзерцентризм. Вот он юзерцентризм. То есть никакого как такового сайта нет. То есть больше нет места, где что-то вот лежит, ты должен куда-то пойти. Все у тебя в смартфоне или в твоем... Все привязано у тебя. Ты доступна, и все она хранится распределенно, и где-то... То есть, что такое вот наши сайты? Это наследие от объявлений на заборе, газет, журналов. Когда нужно было куда-то собрать и переслать тот же документ. Вот я здесь написал, и кому-то переслал где-то, что... А если это вот событийная база данных, блокчейн, то если я написал, она тут лежит, и она доступна тут же всем. А вот Google собирает данные, там, у пользователей... Собирает. То есть и так же она на тело походится? Нет, нет, у них стандартные базы данных. Они там запросы собирают? Да, да, да. Нет, они там... Там сразу реклама... Стандартные базы данных, более-менее стандартные. Сейчас несколько стандартов. Есть SQL-ные, есть NoSQL-ные. Вот, не знаю, перешли они на NoSQL. Твиттер перешел. Просто в этой кнопочке, типа, войти анонимно, типа, нажимаешь? Я первый раз... Типа, какой аноним? Что-то смотрю на картах Google, стоит клопочка в определительное положение. Я думаю, ну, сейчас покажут, что я в Питере, там, ничего не думаю, по IP. Сижу я в деревне, нажимаю, он мне мой дом показывает. Я говорю, а нихрена себе. Дом, как он определил, где я сижу? Нет, нет, проще. Google-мобиль. Google-мобиль проезжает по всем улицам и сечет весь Wi-Fi. Вот. И я зашел с Wi-Fi, уникального номера Wi-Fi, и он засек его в деревне Келлази. Причем каждый день ездит, что ли? Он весь мир объездит. Это понятно, но он же не по улице. Нет, ну, у меня-то Wi-Fi один, сколько лет. Если поменяю, да, пропадет. Но если он берет номер Wi-Fi... То есть уникальный номер каждого прибора? Да, да, да. Мак-номер. Да, Мак-номер. То есть там и Wi-Fi, и может, и ноутбука. Но он засек. Где находится, откуда я? Я зашел, он четко указал дом, точку поставил. А то, что он в Google-мобиль ездил, я пошел смотреть. Сейчас не надо ракету навести на ваку, плохой какой-нибудь человек. Правильно. Какой-то такой специальный, портативный. Она летит прямо в голову, незаметно как Google. Ну, Google не выдает данные, где я. То есть, по крайней мере, ну, как бы старается. Ну, можно у него украсть. Нет, можно все, что хотите сделать. Человеком можно знать, где он находится. Можно, допустим, знать, на что у него там сердечные какие-то болезни. Можно как бы придумать так, что будет все выглядеть. Я вот не знаю, как он, большие дома вот сечет. Ну, наверное, это можно усечь. Потому что на улице метров до 50 где-то в Айфаре. Как-то страшное будущее. Так ты вроде аноним-аноним, а так ты будешь полностью открыт. А с другой стороны, ну, вот мне конкретно, как-то и плевать открыть или не открыть. Если вы не уйдете, Синьи, вам плевать. Ну, да. А если люди там правдорогой, там проще, которые что-то хотят добиться. Там есть какие-то конфликты. Правда там поубить, да. Не, не скажу, какие-то люди какие-то между людьми, да, и прочее. Как они сейчас и будут, так сказать. Запрос дал куда-нибудь там, что-то типа. Какая-нибудь у тебя организация будет, которая будет... Да, и изменится система приоритетов. Поэтому компьютерщики, которые будут, за это дело, иметь ЮВЭТа, будут на коне. Именно они будут. Да. Я смотрю... Задебным убийцем будут компьютерщики. Да, фактически. Это я смотрю, вот сейчас американский сериал, ее второй сезон видели. Мистер робот-назирация. Нет. Он интересен только тем, что он в стилистике такой специально сделан. И вот там действительно... А, я посмотрел первый сезон. Ну, он все старый. Да, да. Он хуже, чем первый. Ну, вот такой идет сезон. Он сделан в такой стилистике, но компьютерные хакеры практически всемогущие люди. Ты должен, на самом деле, два же IP-то, вот этот, ID переплатить. А там что, человек может остаться как тело? Нет, нет, ключ. Ключ. Ну, ключ переплатить, да. А человек-то может как тело остаться, его можно даже не убивать. То есть это целая система... Я не исключаю, что именно с таким интересом ко всему этому и связан тот резкий сплеск популярности к изучению математики, который произошел в США буквально последние несколько лет. Все куда-то пошли, в русские школы математики, тут американцы в Олимпиаду по математике выиграли в какие-то годы международную, чтобы такое случилось. Вот такой, такой, такой стилистик. Я не думаю, что вот здесь, потому что люди понимают, что это оружие, а это способ зарабатывания денег. Потому что раньше были юристы, а у нас, скажем, бандиты, те же самые. Ну, юристы курят. Да, юристы курят. Курят. Но они будут представить правила. Не будут. Они не нужны просто. Юристы что делают? Они собирают доказательства. Пусть правил составить системный аналитик. Нет. То есть, скажем, я системный аналитик. Ко мне пришли ребята... То есть, в чем брачный контракт? Когда составляет юрист... Юрист. Основная цель юриста. Если я пропишу вот это слово, он в суде это слово опровергнет? Нет, не опровергнет. Я запишу это слово. А если вот это, а вот это слово, он, значит, сможет оспорить. А вот по этому закону я могу так написать? Нельзя по этому закону так написать. И вот это юрист. Он знает законы. Если составляет смарт-контракт, брачный контракт, вот на основе блокчейна, они подходят к системному аналитику. Они говорят, вот если такое-то событие и такое-то событие, оно свершится, да? Я говорю, да, свершится. А если я хочу вот так вот сложный алгоритм написать, да, мы тут добавим еще несколько событий, мы еще добавим некий алгоритм сюда и подключим еще, значит, данные от такого-то источника и от такого-то источника. И юристу для этого не нужно, потому что это все свершится. Как раз для этого юристу нужно? Не нужно. Потому что эти события были легитимны. Они легитимны по самому факту. Нет, они... Нет, нет, нет. Послушай, юрист может быть вне, когда это событие только будет записываться. Вот там он может, но если оно записано, то есть смарт-контракт составляется по записанным событиям, по свершившимся событиям, зафиксированию. Юрист ли там? Просто кто-то пошутил, либо еще что-то сделал, это уже не важно. Поэтому для составления смарт-контракта, вот этого, важно сослаться на какие-то события. А они появляются, то есть они есть, не на основе юридических данных, а по тому факту. События, да, но связь между событиями, это уже юридическая. Нет, не юридическая. Это чисто системная алгоритмическая связь. Так вот, я же говорю, что, грубо говоря, у меня появилась собственность там, и при разводе она должна разойтись. Это не юридическая. Вот когда я... Как разойтись? Нет. Как захотеть? Вот мы... Вот, так это не юридическая. Нет, это не юридическая, не юридическая. А что бы так определять? Мы, вот мы с женой решили. Договор. Двадцать на тридцать. Все. С своими ключами, и все. Почему нужен юрист? Когда приходит дело врачного контракта... А если дети появились? Значит, нужно... Опять же, это не юрист, а опять же... Это не мы договорились. Нет, опять же, мы договорились. Нет. Государство обеспечивает законные права детей на основе гробных законов, которые пишут юристы. Нет, нет. Тогда опять. Сама семья к юристам не обращается. Юрист создает алгоритм... Да. Но они к нему не обращаются. Нет, я понимаю. Юрист создал алгоритм. Алгоритм, да-да-да. Такой, я про это и говорю. Что если... Не юрист, не юрист. Ну, не юрист, наверное, да. Да, надеюсь. Что если появился ребенок, то тогда меняется что-то в смарт-контракте. Просто заранее надо... Меняются позже. Ну, тоже, наверное, можно зафиксировать, что какие правила можно принимать, какие не принимать. Ну, все это на любом случае. В самом смарт-контракте для юриста дела нет. Потому что юрист всегда до событий существует. Если события есть... Это все понятно. Это канал уже свершен туда. И самое что смешное, что действительно, вот что свершилось, то свершилось. Тебе отошло твои 30% и все. Я буду рвать волосы ничего. То есть, они... Ну, скорее всего, может, какие-то будут процедуры. Какие-то процедуры. Ну, да, как-то, возможно. То есть, ну, в биткоине запрещено все это. То есть, вот ты ошибся... Ну, понятно. Да, твои не будет. Потому что система, где будет оспариваться, она будет не нужна. Она не нужна, да. Она будет никак неоспособна. Вот. Не должно быть. Ключ ты подписал или ключ ты потерял. У тебя миллион долларов там лежит в биткоине. Потерял и все. Хоть ты тресни. Кроме программистов, очень-очень небольшой популярность будут иметь люди с битами. С битами. Но они всегда нет. Ну, кстати, вот здесь... А я, чтобы раздобыть ключи, так как? Нет, просто будут еще дикари, которые будут в этой системе быть. Самое, что интересно, это по моим прогнозам. И программистам здесь делать нечего. Это тоже здорово. Потому что нахер она не нужна. Потому что, если система заработает на... То есть, будет создана на нижнем уровне один раз и навсегда вот как-то создана, то все, что мы рисуем, это делается уже не программистами, а логикой, системной аналитикой, пользователем. Ты можешь сам посидеть. То есть, языка программирования как такого там нет. Язык программирования где-то на нижнем уровне. Вот, в принципе, ну как и в биткоине. Вот он есть ядро там и все. Все остальные пользуются. А там нет обновлений? Есть обновления, да. Ну, открытый код. Кто-то пишет какое-то обновление, предлагает его, обсуждают, голосуют, вводят его или не вводят. Вот. Сейчас вот эфириум, он раскололся. И после там скандала, когда украли сотни миллионов, классика эфириума осталась, которые отказались принимать заплату, отказались менять код. И новые, которые согласились принимать измененный код. И там даже что-то эфириум классик возрос в несколько раз недавно. Такая система есть, допустим. Ну и допустим, Крым был украинский. Типа там Россия вела себе Крым, как бы там. Ну, вы забыли точно так же расклеить. Будет два этих. Одни будут считать, что Крым украинский, а другие будут считать, что Крым украинский. Как с этим будет? Вот это традиционная проблема в блокчейне, она, кстати, не юридическая, а техническая. Что бывает, что два человека практически синхронно закрывают блок и рассылают его. Часть сети получила один блок, часть сети получил другой блок. И сеть разошлась в биткоине. Но там есть алгоритм, который тут же это замечает, вот, и выбирает одну из веток, аннулирует другую и переписывает все остальные на одну ветку. Нет, здесь у кого битто больше, у кого битто больше, кто-то прав. Всегда все равно, даже, эта самая штука, она все равно адресуется к этому битке. Нет, ну, я думаю, что если эта система введена, то тогда этого невозможно. Что такое юрист? Юрист это посредник между гражданином и аппаратом насилия для государства. Проще, если референдум в Крыму, тот, кто прописан, имеет недвижимость в Крыму, точно так же через эту систему голосует. Этот референдум будет прозрачный. И получается, что так было... Но дело в том, что референдум должен будет проведен по украинским законам. А он там я был проведен по украинским законам. Так вот эти юристы будут нужны? Нет. Система уже будет добита, что они не имеют права... Они не имеют права, и все, они смогут провести. Ну, это не важно, все равно все равно. Да нет, просто есть такие события, которые будут раскалывать... Это сама по себе не является аппаратом насилия. Это является его заменой. Заменой его подготовительного этапа. У тебя же... Что такое юрист? Это человек, который опосредует твою деятельность, что-то еще. Делает интерфейс с аппаратом насилия, которым является государством. Здесь точно так же есть какой-то аппарат насилия, то есть государство или какая-то другая структура или что-либо еще. Но ты с ним взаимодействуешь посредством вот такого протокола. Не путем бумажного документа обороты. Вообще, как... По поводу этого... Любые конфликты между государством. Вот именно. Так же войной будет решаться, как и сейчас. То есть, на самом деле, наступит война, а до тех пор все будут две ветки, потом та страна, которая победит другую ветку, англирует. Да, да, да. Да, и слою пишут победители, конечно. И блокчейн тоже пишут победители, в конце концов. Ну, как там по-другому будет называться, наверное, по-другому. Потому что для английского слуха блок-цепочка как-то... Я где-где там себя в документах ввозил понятие event chain. Цепочка событий. Вот. Ну, вот такая штука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова